Успеть за клиповым мышлением подростков во Дворце культуры химик старшеклассников просвещали в духе сегодняшнего времени. На экране рассказ о прошлом, но поданный так, чтобы заинтересовать современных молодых людей. В Малом зале Дворца старшеклассникам показали документальный фильм Иван Ложечников «Тепло ледяного дома». Цель – еще раз напомнить о тем, кто не знал, рассказать о людях, прославивших нашу малую родину. Мною снято 14 фильмов документальных об истории нашего Воскресенска, об истории, начиная с 17 века и заканчивая 20 веком, концом 20 века. Фильмы, они легче воспринимаются ребятами, чем просто рассказ или какая-то лекция. События, описанные в его самых знаменитых романах, – это события уже давно ушедшего времени. И именно поэтому писатель Ложечников ценится как первый автор русского исторического романа, проникнутого духом преданности своему Отечеству и ревности о благе, о правде и чести народной. Так кто же он такой, писатель Иван Иванович Ложечников? Какие события сформировали эту замечательную личность, которая может служить примером любому русскому человеку? Иван Ложечников – сын купца, ставший известным писателем. Его семья владела усадьбой Кривякина, и Иван многие произведения написал, проводя лето в этом барском доме. Фильм погрузил старшеклассников в атмосферу прошлых веков, показал историю через реальные судьбы героев, живших столетия назад на нашей земле. Мне было интересно узнать о истории Воскресенского, было интересно вообще все, что было там рассказано. Ну, вообще историю надо знать, надо знать, кто жил в городе, какие знаменитые личности, как образовался город, потому что все равно в жизни это пригодится, и как бы для души надо знать. Подобные краеведческие встречи, имеющие просветительскую задачу, будут продолжаться. Учащимся школ Воскресенска продемонстрируют серию документальных работ. Уже 21 апреля здесь состоится просмотр фильма, подготовленного Дворцом культуры, теперь уже о другой усадьбе – Спасское, и располагавшемся там в годы Великой Отечественной войны детском доме. Татьяна Колганова, Даниил Колпаков, Новости Искровект.